Добрый день, друзья мои! Давненько я вам не показывал наши подземелья. И, в общем-то, я хочу вам напомнить две вещи. Первое. Клубный сервис продолжает продавать новые EBU автомобиля под брендом своего автосалона. И второе. Да, скоро, к несчастью, все опять подорожает. Все дело в том, друзья мои, что этот год урожаем на поднятие утиль сбора или утиля, как его называют в народе. Кречется, по-русски говоря, очередное подорожение с 1 января. И цены начнут немножко меняться. Согласитесь, вот это вот немножко меняться, это немножко абстрактно. Дайте предметно. Вот есть, допустим, у нас Skoda Kodiaq. Цена сейчас 4 750 000 рублей. В общем-то, это относительно недорого. Станет немножко подороже. 4 860 000. 110 000 рублей. Разница. Много это или мало? Ну, кому-то за это работать полмесяца, кому-то месяц, а кому-то и несколько. Поэтому достаточно много. Ну, я так считаю. Если вы посмотрите на вот эти машины, то есть Hyundai Tucson, вы поймете, что он подорожает тоже на 110 000 рублей. Если повернетесь к мазде CX-5, поймете, что она тоже станет дороже на 110 000. Почему? Ну, потому что двигатели, которые здесь стоят, не вылезают за 2 литра. Что же произойдет, если вылезут? Ну, эти моторы на ваших машинах, которые вы у нас покупаете. Ну, давайте я вам наглядно покажу. Произойдет следующее. В принципе, вот этот вот листочек я уже показывал у себя в Telegram-канале. Если вам интересна адекватная, быстрая информация и вы не хотите ждать ролики на YouTube, YouTube и прочих платформах, наверное, проще подписаться сразу туда. Итак, если объем машины, объем двигателя машины, которую вы хотите приобрести, выше 2 литров и находится в диапазоне от 2 до 3 литров, чуть-чуть придется отдать больше. Насколько больше? Ну, вот смотрите, сейчас эта старая стоит 8 миллионов 300 тысяч рублей. А после первого числа будет стоить 8 миллионов 613 тысяч рублей. 313 тысяч. Согласитесь, это уже ощутимо для любого кармана. Это больно. Потому что даже для хорошего, скажем так, сотрудника 300 тысяч зачастую это цифра, превышающая месячный его доход. Аналогичная ситуация произойдет и с Toyota Land Cruiser 250, известным в народе как Prada. Те же самые 313 тысяч рублей, которые вы могли бы потратить, в принципе, на себя или как-то по-другому. Да, но если вы думаете, что проблема заканчивается вот здесь, на этих объемах и литражах двигателя, вы ошибаетесь, потому что есть машины мощнее. Если, господа, литраж превысит 3 литра, история еще более дорогая. По той простой причине, что вот этот вот расчудесный трехсотый ТЛК подорожает разом на 360 тысяч рублей, граждане. Я думаю, что это достаточно ощутимо, даже когда ты платишь 14 плюс миллионов рублей. И более того, это больно. Какие есть варианты, что можно сделать в этой ситуации? Ну, в общем, все просто. Первый и самый логичный, это купить из наличия то, что есть до 1 января по старой цене. Второй логичный вариант, это приехать в январе в первых числах, пока еще есть машины, которые мы завезли и растаможили по старым ценам, и купить их по старой цене. Ну, и, в общем-то, как бы третий вариант, это отказаться от покупки новых авто, которые мы продаем, и подумать о БУ. Что касается БУ, да, у нас есть и такие предложения, они появляются из двух источников. Первый вариант, вот как в этом случае, у меня под правой рукой, находится Toyota Land Cruiser 200. У него достаточно большой пробег, и цена чуть меньше 5 миллионов рублей. И, в принципе, это нормальный вариант, если вы не хотите тратить так много, как мы просим, за 300-й One Cruiser. Рабочий вариант, но есть еще один, для того, чтобы купить ту машину, которая никогда не ездила по территории Российской Федерации. Прелесть этой схемы заключается в том, что если мы везем машину из Кореи или из Эмиратов, мы везем ее именно под лаз. Проще говоря, тачка будет малопробежная, например, как вот эта, около 10 тысяч километров. Цена будет ниже рынка в Российской Федерации, и, конечно, вы сэкономите на утиле. Как вы видите, здесь есть строчка резерв, потому что, в общем-то, она, естественно, уже продана. Как работает схема с заказом? Ну, давайте я вас познакомлю в очередной раз со своим компаньоном, и мы вам расскажем. Друзья мои, в очередной раз хочу вам представить Александра Сергеевича, моего партнера, который непосредственно занимается продажами автомобилей в клубном сервисе. У нас разделение полномочий. Я отвечаю за допа, я рассказываю вам историю, а Саша, соответственно, продает. Сань, скажи, пожалуйста, вот я сейчас сниму как бы площадку, объясни людям, как они могут сэкономить на утиле и привезти машину себе из Кореи, из Эмиратов, через нас. Какой алгоритм действия? Ну, здравствуйте. Алгоритм действий следующий. Вы выбираете себе автомобиль, мы его осматриваем. Если это будут Арабские Эмираты, мы осматриваем автомобиль, показываем вам фото, видео, ВИН-номер, рассчитываем стоимость автомобиля, потом мы рассчитываем вам таможню, утилизационный сбор. На чем можно сэкономить? Если мы привозим автомобили под заказ лично под вас, то утилизационный сбор будет для личного пользования. Это гораздо ниже, чем вы платите коммерческий утилизационный сбор. Вот. Следующий момент. Вы оплачиваете с помощью нас автомобиль в Арабских Эмиратах. Это примерно 50% стоимости автомобиля. Далее мы его везем в Россию, растамаживаем. Когда машина приезжает в Россию, вы доплачиваете дальше таможенные пошлины. Оплатили таможенные пошлины, у нас таможенное очищение прошло. Мы помогаем вам, оформляем весь пакет документов, а именно из БКТС, ПТС и доплачиваем утилизационный сбор. И когда у нас статус ПТС будет действующий, вы можете приезжать за своим автомобилем. Я думаю, в принципе, ничего сложного, кроме одного момента. Где вы эти автомобили смотрите? Значит, смотрите, мы Александром, с Александром сделали сейчас одну интересную вещичку, которая выглядит следующим образом. Я прямо сейчас запишу на телефончике. Проще говоря, мы для вас приготовили новое приложение. Ну вот плюс-минус такое, как у топов, с тем же функционалом, где можно подобрать себе автомобиль. Либо у нас, либо разместить свой. В общем, ну практически вот топ-сегмент, но только не сейчас, где-то с начала, ну наверное, декабря. Сейчас идет бета-тест. Я оставлю ссылочку под роликом для того, чтобы вы могли познакомиться. Если интересуют наши машинки, вы нажимаете клавишу поиск по параметрам, выбираете все и выбираете машинки от клубного сервиса. Далее вы нажимаете применить. Значит, соответственно, вы видите все те предложения, которые есть у нас на сайте. Как новые с ценами, так, в общем-то, и БУ, и заказные позиции. В данный момент, естественно, они не все. То есть, вот этот момент, шильдик под заказ, он и как бы позволяет вам привезти машину. Сань, вот эта вот BMW X5 2023 года за 12500, она из Беларуси. Расскажи, пожалуйста, людям, зачем мы в Беларуси сделали эдакую перехватывающую парковку и почему мы там аккумулируем машины. Для того, чтобы мы экономили ваши денежные средства. Мы из Европы привозим машины в Беларуси, оставляем их на таможенном складе. И когда вы соберетесь этот автомобиль у нас приобрести, мы его везем в Россию с оформленными на вас документами. И за счет этого мы экономим денежные средства на оплате утилизационного сбора. Поверьте, эта сумма очень существенная. Я, в общем-то, только что показывал. В случае с БУ или с машиной, у которой объем двигателя там, ну там, 5 литров или там 6,3, как у меня на Челленджер. Это прям конкретная разница. В общем, парни, смотрите, вариантов на самом деле много. То есть, если вы хотите купить из наличия в один день, это же ведь возможно, вот наша площадка. Объясни, пожалуйста, сколько у нас занимает оформление машины по временям? Максимально 30 минут. Процесс сделки заключается в том, что вы приезжаете, осматриваете автомобиль полностью, технические характеристики, документы автомобилей, полностью познакомитесь с тем автомобилем, который вы хотите приобрести. Мы в это время уже печатаем на вас договор купли-продажи. У нас это занимает 5 минут. В дальнейшем, в общем-то, вы можете обратиться к услугам нашего отдела по установке дополнительного оборудования, если захотите сами. А можете не обращаться. Можете застраховать машину. Можете поговорить с нашим кредитным специалистом. Ее зовут Катерина. В кадр, я думаю, не потащим. Как бы смысла нет. Приедете предметно знакомиться. В общем-то, по большому счету, за исключением того, что все это происходит в подвале, это, согласись, полностью дилерский набор услуг, как это было до начала слова. У нас немножко больше возможностей стало, чем у дилеров, потому что мы открыли филиалы в разных странах таможенных складов. Для чего это нужно? Для того, чтобы экономить денежные средства. И поэтому мы гораздо лучше можем сделать для вас условия. Подвал подвалом, он в Москве. Но в разных странах у нас есть таможенные склады, где стоят уже готовые машины и ждут вас. Смысл заключается в чем? Допустим, вам нужна митсубиси, новая. И вы не хотите платить за утиль, за коммерческие вот эти вот все составляющие и переплачивать. Тогда вы приезжаете вот сюда. Сначала звоните через сайт, разговариваете с менеджерами, и мы выкатываем вам предложение. На площадке в Арабских Эмиратах у нас находится что? У нас там свой представитель, который в оперативном режиме вам покажет нужный вам автомобиль. Новый. Новый. По той простой причине, что в Эмиратах действительно у нас есть салон-партнер, который торгует новыми митсубиси. Правда, минус заключается в том, что до, скажем так, поставки машины в Москву, конечно, вы ее в виде живого тела не видите. Все происходит через камеры телефонов, камеры всего прочего. Однако, если вы отобрали то, что нужно, вам не нужно лететь ни в какие Эмираты. Что происходит дальше? Дальше вы отбираете автомобиль, мы его готовим под вас, делаем предпродажную подготовку, делаем полностью фото и видеоотчет. И если вы говорите, что вам этот автомобиль подходит, вносите предоплату в размере 30-40% от стоимости автомобиля, и мы его отправляем в Российскую Федерацию. Когда он приезжает на таможенный пост в Российскую Федерацию, вам надо будет доплатить таможню. Это будет рассчитываться на день, когда машина туда приедет, потому что у нас таможня считает стоимость растаможки от курса доллара. Когда это все дело оплачивается, таможня выпускает автомобиль уже в свободное обращение. Все документы при этом будут оформлены на вас. Вы будете в договоре купли-продажи, вы будете в таможенной декларации, именно ваша фамилия. А это означает то, что пока автомобиль едет и приехал в Россию, этот автомобиль уже ваш. Вы это увидите документально. На каждом этапе мы сопровождаем фото и видео. Где находится автомобиль? Погрузка на корабль, приехал автомобиль на таможню, встал на эвакуатор, поместили на автовоз. Все вы это видите. Да, совершенно верно. Что я вам хочу сказать. Есть люди подозрительные, есть люди рисковые, есть люди щедрые, есть люди жадные. Мы работаем со всеми категориями клиентов, поэтому вообще проблем нет. Выбирайте. Если для вас в этой схеме есть что-то рискованное, здесь стоит около 76 автомобилей, на данный момент, на тот момент, когда мы снимаем этот ролик, они разные. То есть здесь есть и американцы, и японцы, и китайцы, и корейцы, и все что угодно. Потому что возим мы отовсюду. Если вы хотите чуть-чуть уйти вниз от этих цен, нет проблем, мы, ребятки, работаем на заказ и всегда рады порадовать вас, уж извините за тавтологию, некоторым снижением цены. Сань, ну что мы еще можем сказать людям в преддверии Нового года. Приложение рассказали, о том, зачем нужны наши площадки в Белоруссии, в Эмиратах рассказали, про салон рассказали. Есть у нас какие-то еще новости? У нас новости такие, что мы можем привезти любой автомобиль с любой точки мира под вас по самым лучшим ценам. Как это происходит? Значит, вся проблема заключается в том, что сейчас есть такое понятие, как санкция. И многие привычные пути, дилерские, они не работают. Но, как бы то ни было, в силу нашей общительности, не побоюсь этого слова, медийности и долгих, в общем-то, достаточно связей с разными людьми, которые торгуют техникой по всему миру, мы действительно можем притащить вам любую машину. Вообще любую. Значит, если вы хотите чего-то редкого, ну, допустим, там, из США или там из Европы, там, я не знаю, вдруг у вас посетит сегодня под Новый год купить себе Кенинсеку, например, да? В этом тоже нет ничего нереального, но тогда общение стоит замкнуть непосредственно на Александра. Потому что наши менеджеры не располагают информацией о частных вот этих вот сделках, когда идет какой-то толп. Общаться вы будете с Александром Сергеевичем и, в общем-то, я думаю, что никаких проблем это не доставит. Алгоритм действий тот же. Ну и что, сегодня, я думаю, будем прощаться? Или есть еще что-то? Будем прощаться. Ждем ваших звонков. Ждем вас здесь и надеемся, что мы вас не разочаруем. И всего этого в дальнейшем, скорее всего, получится интересное. Вы знаете, мы с Александром Сергеевичем, когда были молодыми, очень часто слышали слово невозможно. Да, Саня? Да. И вся наша жизнь доказывает то, что невозможного, в общем-то, для нас мало. Сейчас мы задумали, какую штуку. Вы все знаете топовые автомобильные сервисы. Вы все ими пользуетесь, все им платите. И когда мы начали торговать машинами, в общем-то, мы столкнулись с тем, что, наверное, там, как бы это сказать, помягче немножко дорого. Да, Саня? Ну, конечно. Вот. Если среди вас есть наши коллеги, а я уверен, что есть, потому что нас смотрят многие, поймите одну простую вещь. Вот этот вот проект, который называется сейчас «Продажа авто», со временем, ну, плюс-минус, будет называться «КСТ», «Купи себе транспорт», когда кончатся тесты, он направлен не только на нашу активность, он призван для того, чтобы все граждане и неграждане Российской Федерации, но об этом позже, могли торговать здесь машинами. Новыми, бэушными, любыми. И, поверьте мне, будет хорошо и недорого. Ну, вот теперь, наверное, пока, парни. Редактор субтитров А.Семкин